Место и время на этой неделе совпали для поселка Новопятницкое. Там с Нового года местные жители, чиновники и депутаты собирают деньги, чтобы выкупить садовый участок, на котором когда-то был погост потомков Ганнибала, то есть прямых родственников Александра Пушкина. 6 июня день рождения поэта и в подарок тому, кого мы из поколения в поколение величаем наше все надежда, что это памятное место приведут в порядок. Ну а пока надгробные плиты потомков Пушкина хранятся на территории одной из военных частей. Их бы, быть может, и отдали до некого. Олег Кузьмичев вспомнил Пушкинское. Два чувства, дивно близкие нам. В них обретает сердце, пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И отправился в Кингисепский район. Путь к святым местам, а здесь когда-то стояла Михайловская церковь 18 века с погостом, лежит через дыру в заборе. На участке в 6 соток захоронено больше 30 родственников Пушкина. Вход у нас с хозяевами согласован через определенную лазейку. Проходите туда. Ходим, здесь огород заброшенный. На сегодняшний день люди не хотят здесь заниматься. Сейчас здесь цветет клубника и растет пара яблонь. А прямо посреди дачного огорода плита. Единственная сохранившаяся с этого самого погоста. Да, вот эта плита. Написано «Полковник Шемиот». Это Павел Леонтьевич Шемиот, это герой войны и был депутат Ямбургского уезда. Павел Шемиот, чтобы было понятно, был супругом Надежды Роткирх. Это двоюродная сестра мамы Пушкина и дочка Софьи Абрамовны Ганнибал, чей отец тот самый Абрам Петрович Ганнибал, раб Петра Первого и прадед Александра Сергеевича. Софья Абрамовна, двоюродная бабушка поэта, вместе с Адамом Роткирхом и обосновались в Новопятницком под Ямбургом. Поэтому здесь и было захоронено так много потомков великого поэта по линии Ганнибалов-Роткирхов. Сейчас от этого кладбища почти ни следа. В советское время либо этого не знали, либо не хотели знать, что здесь такое место. Здесь со временем, может быть, это все было заброшено и так потихоньку это все превратилось в такое место, где потом вдруг начали давать собственность. Рядом с местом, где похоронены родственники Пушкина, до сих пор сохранилась и усадьба Ганнибалов, которой они владели вплоть до революции. Правда, сейчас эта усадьба находится на территории военной части. И судить о том, в каком здании сейчас состоянии, практически невозможно. Хотя местные говорят, что оно не очень хорошо сохранилось и продолжает разрушаться. Но попасть туда внутрь нельзя. Все-таки режимный объект. Все же рушится. Вы понимаете, тут балки вот в этом красном доме, деревянные. Крыша течет. Все эти балки рушатся. Здесь давно переживают за это пушкинское место. Но что тут поделаешь, усадьба, хоть и памятник, числится за военными. А кладбище – частная собственность. Здание 19 века хорошо видно из-за забора. К нему когда-то и вели дорожки из надгробных плит с Михайловского погоста. Про это достоверно знают и жители Новопятницкого, и краеведы. Только плита Павла Шемиота почему-то не подошла. По всей видимости, его надгробный памятник по размерам и конфигурации не подошел для мощения дорожек в близлежащей воинской части. Остальными плитами были замощены дорожки воинской части. Одна из плит являлась ступенью в солдатский туалет. Здесь склепы были, бароны захоронены были. А потом они вот этими плитами, вот здесь вот, уселены. Вот дорога, если размести вот это все, там кресты, вот стелы вот там около красного здания. У военных, да, все? У военных, да. После долгих переговоров военные все-таки согласились показать те самые плиты. Сейчас их сложили под деревьями. И даже готовы отдать их. Было бы куда. Кингисепская общественность делась собирать деньги, чтобы выкупить огород, где находилось кладбище родственников поэта. Там планируют устроить памятное место. Туда же можно было бы перевезти и плиты. Нужно всего-то 700 тысяч рублей на выкуп участка. 70 собрали простые жители, теперь ждут вклада от местных чиновников и депутатов. Любовь к отеческим гробам, она просто оживает в том патриотическом подъеме, который мы сейчас здесь можем наблюдать. Вообще, я должен сказать, что в Ленинградской области очень серьезные какие-то чувства, отношения к Пушкину, к его родственникам. Но если выкупить участок у частного лица несложно, непонятно, что сделать с усадьбой Ганнибала Фродкирхов. С военными договориться не так просто. А ведь место значимое. Именно здесь Пушкин нашел написанную на немецком языке биографию своего пращура, из которой потом и родился роман об арабе Петра Великого. В июле 1827 года эту усадьбу навестил Александр Сергеевич Пушкин. Вообще, он ехал в Лифляндию и заехал к своим родственникам. Дело в том, что в Новопятницком находилась уникальная так называемая биография, немецкая биография Абрама Петровича Ганнибала. Именно за ней, именно она и интересовала Александра Сергеевича Пушкина, когда он появился. Говорят, кто-то из местных предпринимателей уже готов и благоустроить кладбище бесплатно. В Новопятницком все работы хотели бы закончить к концу лета, чтобы на карте пушкинских мест поскорее появилось еще одно. Местечко под Ямбургом. Может быть, оно встало бы в один ряд с Уйдой, Михайловским и Болдиной. Олег Кузьмичев, Сергей Дедюра, Антон Пашукевич. Ленинградское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...